Приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему напишите в чат плюс если вы на месте если вы готовы мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен эмулятором терминала сегодня мы разберем то как установить пути в линуксе кроме этого я расскажу про другие эмуляторы терминала такие как гвейк терминал мини ком терминал и собственно и моба x term поэтому присоединяйтесь и так для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска линукс профессион института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру один специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-классы новый формат обучения основанный на принципе леонин байдуин обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать но ваша задача за мной все повторить как результат вас появятся вот те самые знания умения навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему стабильному прогнозируемую лучшему поэтому присоединяйтесь и так какая у нас сегодня задача коллеги сегодня мы поговорим о самых популярных эмуляторах терминала которые существуют но и которыми лично я пользуюсь детально давайте попробуем сегодня установить пути в линуксе да ну и потом я сравню этот пути с моба экстерм с мини комом из гвейк терминала ну и покажу преимущество что лучше что хуже но и вы тоже заодно можете себе это дело все установить как говорится потрогать пощупать и определиться что же все таки чем же удобнее все таки пользоваться и так что нам необходимо для установки для установки вам понадобится статья из нашего блога собственно коллеги ссылку на эту статью вы найдете в описании под этим видео ну или в чате соответственно переходите сюда и не надо будет команды там смотреть можно просто сделать control c control в и так что же в статье есть есть установка пути в дебе они убунте варчи ну и собственно в редхет овских линуксах у меня собственно у бунта поэтому я буду устанавливать собственно под у бунты и так что нам необходимо первое нам необходимо запустить терминал да ну и дальше добавить репозиторий universe добавляется это вот такой вот командой но обычно universe уже включенной да если он у вас не включенный то необходимо будет добавить вот такой вот собственно командочкой. Вводим пароль, ну и я вижу, что он у меня уже добавленный. Ну, обычно добавленный, если не добавленный, то добавляйте. Поехали дальше. Следующий этап, это, коллеги, необходимо обновить список пакетов в репозитории. Для этого делаем команду sudo apt update. И что мы видим, то, что у нас обновляется все список пакетов, которые нам доступны в репозитории. Так, здесь необходимо немножко подождать, пока все это дело обновится. Обновится. Ну, скорость на самом деле зависит от вашего интернета. Итак, следующая команда sudo apt install. И дальше мы пишем puti. Так, здесь нажимаем yes. Обратите внимание, коллеги, то, что вот кроме puti будут установлены и всякие puti tools, и там, да, генераторы ключей тоже можно использовать. Одним словом, все это находится в этом вот пакете. Итак, puti установлены. Что важно, коллеги, то, что я вам рекомендую очень сильно ознакомиться с ключами, ключами, с которыми можно работать, да, то есть передавать при запуске puti. Ну, наверное, такие самые полезные опции, которыми я пользуюсь, это FB. Можно задать шрифт, которым вы будете пользоваться. Но опять-таки в Ubuntu по умолчанию шрифтов не очень много, поэтому я рекомендую доустановить Microsoft шрифты. И, соответственно, дальше появятся у вас всякие там, те шрифты, которые вы, собственно, привыкли. Одна из самых полезных опций, которую я сильно рекомендую, это опция log. Соответственно, все, что происходит в терминале, вы можете, собственно, вот логировать файл, ну и потом использовать, например, там для написания всяких статей в блоге. Это я, например, лично этим пользуюсь, да, или какие-то другие там руководства сохранять для себя тоже будет весьма полезно. Итак, ну что, с пути у меня все поставилось. Давайте пробовать это дело все запустить. И так, я вижу, что что в поиске в дарше я написал пу и вижу то, что появился puti.sh клиент. Ну, и вот он, пожалуйста, у меня появился. Ну что, здесь в принципе все стандартно, да, без каких-либо там нюансов. Важный момент, коллеги, я знаю, чего вы ставили puti себе. Наверняка вы puti ставили из-за того, что здесь есть вот этот самый serial interface, последовательный интерфейс для того, чтобы выполнять настройки CISC, ну или другого какого-то сетевого оборудования с помощью консоли через последовательный порт. Значит, здесь есть нюансы. Какие нюансы? Первое, то, что, посмотрите, здесь путь указан к TTYS0. Если у вас переходник USB COM порт, то здесь нужно указывать другой путь. Поэтому, пожалуйста, посмотрите там в папочке DEV, как же он у вас называется. Это первый важный момент. Второй важный момент, то, что если вот просто так запустить puti, то, собственно, работать не будет. Почему? Потому что у вас нету прав доступа на вот этот самый последовательный интерфейс. В обычного пользователя нету прав доступа. Поэтому, что делать? Поэтому нужно добавлять пользователя в группу оператор, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Ну или запускать puti под суперпользователя. То есть, писать в терминале, да, то, что я вот изначально и предлагал. Итак, значит, сюда, и потом уже вы пишете puti, да. И вот, пожалуйста, уже теперь, если вы выберете serial, укажете путь DEV USB DTY 0 или как он там называется, то, соответственно, все будет работать и ничего ругаться не будет. Но, коллеги, я что хотел вот важного предупредить вас. То, что, да, вы запустите puti, сможете подключиться к вашей циске, но, например, отправить брейк или комбинацию клавиш control break у вас не получится. Да, да, да. Путин не умеет отправлять брейк и control break. Вот такой вот нюанс. Дальше. Здесь нету в пути, если вы посмотрите, здесь нету протокола X-модем. Вот, то есть, вы, например, не сможете восстановить прошивку на коммутаторах циска. Вот, потому что нету в пути X-модема. Вы скажете, а что, я напрасно ставил этот самый puti? Нет, можете пользоваться, ну, как обычным терминальным клиентом. Ну, вам же нужно отправить файл, вам нужно отправить control break или break для того, чтобы там восстановить пароль нацистский. Что же делать, коллеги? Для этого я вам рекомендую другой терминал, которым я, собственно, пользуюсь. Это терминал называется minicom. Итак, где мой minicom? Значит, вот мой minicom. Выглядит это дело вот таким вот образом, да, то есть, он как бы похож на обычный терминал. Я, ну, вот это моя циска здесь, да. Соответственно, как здесь, что работает? Значит, первый важный момент, то, что комбинация клавиш control A, Z, посмотрите, вернее, вернее, не так. Итак, еще раз, значит, еще раз, control A. Появляется вот такая вот панель, видите, внизу, да, и вот здесь все нужные настройки. И, соответственно, если control A, Z, то появляется вот такое вот меню. Ну, и вот здесь вот вы уже видите, есть send файл, да, то есть вы можете отправить с помощью там X-модема. Ну, давайте S нажму, да, и смотрите, X-модем и Z-модемы, все это дело поддерживается. Поэтому вот вам, что нужно было ставить, не пути, а minicom, minicom, да, для того, чтобы это дело можно было все отправлять. Итак, control A, Z и покажу вам настройки minicom, которые вам наверняка пригодятся. Это serial port setup, именно для того, чтобы вы могли работать с циской. Итак, вот ваши все девайсы, вот скорость, да, 9600 бот в секунду, 8N1, 8 бит, один расчетность проверяем. И вот путь здесь вот вы укажете к вашему порту. Ну, TTY-S0, это если он у вас физический COM-порт, если USB, то, соответственно, там будет USB TTY 0, да, то есть вот такой момент. Поэтому эти настройки нужно будет подправить. Поэтому на самом деле, для восстановления пароля, для передачи файла вам необходим был все-таки minicom, а не пути. Дальше вы спросите, окей, хорошо, а что вот это вот такое вот, что это такое, что это ты дергаешь такое вот, что это за терминал, коллеги, этот терминал называется гвейк терминал. Это такой выпадающий терминал. Соответственно, опять-таки, под этим видео в чате вы найдете статью, как установить гвейк терминал в линуксе. Это мой любимый терминал, которым я прям очень сильно люблю пользоваться. Ставится просто apt install gvake и, соответственно, можете пользоваться. Значит, в чем смысл? F12 вываливается вот такое вот меню, да, соответственно, давайте я тут от топ, например, запущу, да. То есть, вот, пожалуйста. Дальше F11 это фулл скрин, да, то есть, можно вот так вот это дело все разворачивать. Ну и очень удобно, да, то есть F11, F12. Вот и удобство в том, что вы можете, например, там читать какую-то статью, какие-то руководства и здесь настраивается еще полупрозрачность, да. То есть, вот смотрите, ну, видно, что фон там, да, сзади. Вот и можно вот так вот туда-сюда менять. Поэтому еще раз, для работы в Linux, вот просто для работы в Linux, очень сильно рекомендую именно gvake терминал. Дальше, окей, с Linux разобрались. Теперь переходим к самому интересному. А в Windows, чем же пользоваться в Windows? Вы скажете, пути. Да, пути в Windows несомненно хорошо, но есть еще лучше. Да, действительно, есть еще лучше эмулятор терминала. Это MOBA XTR. Ну, я сейчас под Linux, поэтому у меня нет возможности вам оперативно переключиться на Windows и показать. Но я вам рекомендую MOBA XTR. Значит, ссылку на сайт найдете опять-таки в чате под видео. Очень удобно. Значит, в чем преимущество? Можно запускать все, что угодно в этом самом MOBA XTR. То есть, он хавает абсолютно все, что, как говорится, душа пожелает, да. То есть, если вы посмотрите, хавается SSH, Telnet, RDP, WNC, FTP, опять-таки Serial вы можете отправлять, файлы там, да, консоли всякие там, браузер есть встроенный, коллеги. Ну и что самое интересное, то, что MOBA XTR, он бесплатный, если у вас до 10 сохраненных подключений. Если больше, то, если у вас там больше подключений, то, соответственно, нужно будет покупать лицензию. Ну, я вам так скажу, что если у вас там больше 10 каких-то там серверов, маршрутизаторов, коммутаторов, то наверняка вы уже зарабатываете несколько тысяч долларов и купить лицензию за каких-то там 90 баксов, это уже не составит никаких проблем. Вот такой вот интересный у нас, коллеги, сегодня был мастер-класс. Если он был для вас полезен, оцените его лайкой, нравликом, вподобайкой, ну или просто нажмите палец вверх. Если для вас интересна тема линукса, сетей, кибербезопасности, программируемых систем, мы вас приглашаем, коллеги, к нам на курсы, где вы сможете систематизировать все ваши знания, разложить это дело все по полочкам, получить международные сертификаты. Ну и самое важное то, что мы еще помогаем с трудоустройством в большие международные компании. Поэтому приходите и с удовольствием мы с вами этим всем опытом поделимся. На этом все, спасибо вам большое, что были со мной на протяжении этого мастер-класса. Ассаламу алейкум, берегите себя и своих близких, несите тяготы друг друга, помните, что сила в единстве, поэтому если у вас что-то не получается, то пишите комментарии под этим видео, я с удовольствием на них отвечу. На этом все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok